Глянем, что получилось. Выделяем кресло, выделяется вся группа, два объекта, выбранных два угла. Нажимаем F5, вот, да, как вы и говорили. Тут два варианта. Можно в свойствах объекта кресла указать, что в 3D мы его не увидим. И второй вариант, можно запихать кресло в слой, который скроем. Давайте сделаем оба. Во-первых, раскроем группу, выделяется сейчас и дерево, и кресло. Это кнопка «Временно разгруппировать». Записал выделение, теперь по отдельности, уже части группы. Выделяю объект кресла, свойства этого объекта, и нахожусь здесь, где-то в настройках отображения в 3D. Вот, 3D отображение вижу. По-пмв, это параметры модельного вида. Это то, насколько детально отображаются объекты. Там, например, окно просто дырка, или там ручку видно, шпингалет видно, это и есть параметры модельного вида. Здесь щелкаю, выбираю здесь вариант, если это детальный, это упрощенный или вообще не видно. Вот я бы сделал так. Все, в 3D его нет, а на плане он есть, этот объект. И вариант второй, мы размещаем его в слое, который будет скрыт в 3D. Сейчас я кресло врублю обратно, вернее отменю просто. Вот у нас тут есть слои. Выделяю объект, вижу здесь, среди свойств, свойства слой, интерьер мебель. Кресло в этом слое. Дерево в слое архикад. Можно слой интерьер мебель скрыть в 3D. Для этого нажимаю эту кнопку, параметры слоев. Вот список всех слоев. Нахожу тут интерьер мебель. И закрываем глаз. В 3D не видно. А на плане этот же слой все равно открыт остался. Тут мы отдельно его можем закрыть. А еще у меня есть на ютубе и вконтакте на стене хорошая запись по слоям. Не рассказываю, просто гляньте потом про слои. Все про них рассказываю. А так вот мы и делаем. Теперь как у нас видеть дерево на плане, а в 3D нет. Архикадовская, которая плоская. Сейчас найду что-нибудь. Есть. Есть кустарник, да, есть кустарник. В 3D вот он такой. И смотрю в настройках, в свойствах что есть. 2D отображение. Вид сверху. Сейчас посмотрим, что будет. Щелкаю, вот вид сверху. Выделяю. Жму клавишу F5. В 3D вот он есть такой. Открываю настройки и смотрю где 3D отображение. Листаю, 3D отображение. Галку убираю, показ. Он просто не показывается в 3D. В 5 все его нет. Что там еще интересно будет, гляньте. Показ, да. В 3D вид сбоку. Можно в 3D вид сверху. Типа он. Такая плоская лепешка. А, ну вот да. Плоская лепешка в 3D. Что еще тут есть? Можно прозрачным сделать. Можно без теней. Можно выбрать варианты. Осень, зима, тумане. Специальное изображение. И тут можно подгружать. Ну, свое я подгружал бы не объектно, вернее, а просто картинку какую-то. Скачал. В архивкар закинул. Давайте мы сейчас так и сделаем. Какой-нибудь свой кастомный куст. Ну, в смысле, ничего в архивкаде нет. И попробуем без фона. Cut out. Cut out, вернее, больше. Куст без фона. И тут не факт, что куст будет без фона. То есть, с белым фоном тоже вариант, в принципе. Хочу сверху пусто. Вот где клеточки, по-хорошему, значит, туда фона нет просто. Но вот тут может быть фейки. Просто это нарисованные клеточки, а фон на самом деле есть. Вот, пускай такое будет. А, этот формат, архивкад не поймет. Веб-бпу. Это, видимо, что бы не использовали, такие форматы сделали, которые никакая программа не понимает. Нам нужен JPEG или TIFF или PNG. Нелкий совсем, ну ладно. Сохранить картинку как? Тоже не то. Когда хоть что-нибудь. JPEG. Скорее всего, тоже не прокат. Надо просто JPEG. Все, JPEG. Открываем в папке. И бросаем в архивкад. Ну, тут размер менять вы уже умеете. И можно попытаться убрать белый фон. Вот тоже, о чем я говорил, что порядок отображения такой, что сейчас картинка сзади. Мы идем в редактор. Измените, порядок отображения. Переместить на передний план. И пробуем убрать белый фон. Выделяем. Открываем свойства этой картинки. И галка прозрачный. Все чистое белое уберется, но что слегка-слегка серенькое, то останется. И тут ничего не поделаешь. Можно было бы попробовать обрезать вручную вот это вот все. Вот так мы это сделать не можем, потому что у инструмента рисунок, рисунок, вот он, нет возможности обрезать. Мы можем менять размер у него. И все, больше ничего. Поэтому мы должны сделать тот же самый куст с помощью инструмента чертеж. Это слегка сложнее. Набираю инструмент чертеж. Щелкаю куда-то, где он будет. Здесь локальная система файлов. Найти. Нахожу скачанный файл. Чего-нибудь, чего-нибудь нет. Он же в загрузках есть. А нет, он не в загрузках скачался. Вот, все, он есть. Вижу, открыть. Опять его перемещаю на передний план. С виду то же самое. Но у нас теперь в локальной панели появляется намного больше инструментов. Щелкаю на том же углу и вижу намного больше всего. Сейчас мне пойдет вот это. Вырезание я беру и просто обвожу контур. Но обвожу не сам куст, потому что иначе будет дырка вместо куста. А нужно обвести фон. То есть за несколько приемов. Ну, допустим, я обвел одну сторону. Обвожу за пределы, чтобы просто дообводить этот контур. Вы понимаете, что я делаю. Сейчас я замкну. И что внутри вот этого обведенного, оно исчезнет. И второй присест. Нажимаю на любую точку, не важно где. Тут уже то, что нужно. И рисую с другой стороны. И опять замыкаю эту линию. Прямо с запасом. Чтоб все, все попало. Замкнул. Вот. Можно так. Тоже корявенько. Можно потом сделать это плавно. Щелкаю на грани, на линии. Тут такие варианты. Можно другой сделать. Хорошее. Нет. Тут.